Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников, и наш сегодняшний ролик будет посвящен замечательному явлению под названием филотаксис, которое встречается прежде всего в растительном мире, но не только. Здесь у меня на столе лежат шишка от сибирского кедра, ананас и корзинка от подсолнуха. И все они характеризуются тем, что на них имеются спирали, идущие как в одну, так и в другую сторону. И мы сейчас числа, или как говорят люди ученые, индексы этих спиралей возьмем и посчитаем. Меньше всего спиралей на шишке, вот мы их здесь и посчитаем. Одну из спиралей я пометил черным, а теперь начнем вращать шишку. И вот вторая спираль, третья, четвертая, пятая, и мы вернулись к первоначальной черной спирали. Всего таких спиралей здесь пять. А теперь сделаем то же самое и для спиралей, закрученных в другую сторону. Одну из таких спиралей я пометил зеленым, это будет первая спираль. Вот вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, и мы вернулись к зеленой спирали. Так что таких спиралей здесь всего восемь. И точно так же я померил индексы спиралей, а в ботанике эти спирали называют парастихами, для ананаса и корзинки подсолнуха. И оказалось, что индексы для шишки равны пяти и восьми, для ананаса восьми и тринадцати, а вот индексы для корзинки подсолнуха такой большой, это пятьдесят пять и восемьдесят девять. И знатоки математики должны немедленно сказать, что все эти числа им знакомы, потому что они являются членами так называемой последовательности Фибоначчи, которая образуется следующим образом. Надо взять две единицы, сложить их, получится двойка, а дальше складывать два последних числа уже записанной последовательности и сумму записывать на следующее место. Один до два будет три, два до три пять, три до пять восемь, пять до восемь тринадцать, пять восемь тринадцать, мы их уже видели в шишке и в ананасе, продолжаем дальше. 8 и 13 – 21, 13 до 21 – 34, 21 до 34 – это 55, а 34 до 55 – это 89. И вот два индекса, которые мы обнаружили в корзинке подсолнуха. Но понятно, что этот ряд можно продолжать и дальше. И вот, когда я об этом впервые узнал, я у родителей на даче пересчитал индексы всех корзинок подсолнуха и обнаружил, что все они, без исключения, были парами соседних чисел ряда Фибоначчи. Ну и, по-видимому, человек, который обнаружил это первым, был поражен не менее, а даже гораздо больше меня. И спрашивается, а как природа достигает такого удивительного и странного результата? И вот на этот вопрос отвечали последние 200 лет разные люди вклад свой в теорию филотаксиса внесли. И ботаники, и математики, и кристаллографы, и физики. Ну и мы с вами займемся объяснением этого явления, опираясь на все результаты, полученные этими замечательными учеными. А теперь мы сделаем один трюк, который позволит нам единообразно рассматривать спирали кругового филотаксиса на поверхности подсолнуха и спирали цилиндрического филотаксиса на боковой поверхности ананаса. А для этого я представлю себе, что я взял диск подсолнуха, вырезал у него середину, потом за эту середину потянул вверх, получил такой усеченный конус, и теперь его боковую поверхность превратил в поверхность цилиндра. Ну и мы получаем вот такого рода цилиндр со спиралями, но цилиндр все равно со всех сторон обозревать неудобно, поэтому мы его еще и разрезаем по какой-нибудь образующей. И дальше будем рассматривать вот такие спирали, изображенные на развернутой цилиндрической поверхности. И к такой схеме надо привыкнуть, чтобы увидеть, как спирали перепрыгивают через берег разреза, который у меня здесь изображен вертикально. Ну, например, я вот эту спираль красную присвоил ей номер один, вот она доходит сюда до берега, а дальше продолжается вот здесь, но эта часть у меня изображена вот маленьким кусочком. Эта спираль вторая, она дошла, пошла дальше, а здесь она изображена вот здесь. Точно так же вот третья спираль, и она перепрыгнула сюда, ну и вот четвертые, пятые, они где-то перепрыгнут дальше и пойдут вот здесь внизу. И стало быть, всего красных спиралей здесь изображено пять. И точно так же зеленых спиралей здесь изображено восемь, вы можете приостановить видео и посчитать их самостоятельно. А теперь мегаидея, авторами которой являются французские кристаллографы братья Браве, жившие в середине девятнадцатого века. И она состоит в том, что мы можем спирали складывать и вычитать, и построить арифметику спиралей. В следующем роде. Ну, если у меня есть спирали зеленые, идущие сюда, и красные, идущие сюда, то такой ромбик зеленой и красной спирали может быть разделен оранжевыми спиралями, восходящими более круто. И если индекс красных спиралей был пять, а зеленых восемь, то индекс оранжевых спиралей будет пять плюс восемь. Ну, вы можете это попробовать доказать самостоятельно, это довольно просто. Можете посчитать здесь, только не забыть, что вот это крайняя спираль оранжевая, и вот это, это одна и та же спираль. И точно так же мы можем вычитать спирали, строить другую диагональ. И если у нас красные имели индекс пять, а зеленые восемь, то вот такие, показанные синим пунктиром, будут иметь индекс пять, восемь минус пять, то есть три. И можете тоже это проверить по моему чертежу, и можете доказать это в общем виде. И чтобы все это не казалось таким абстрактным, давайте посмотрим на эти же спирали, на фотографии ананаса. Вот система спирали с индексом восемь, а вот в другую сторону, и более круто, идет система спирали с индексом тринадцать. Вот сумма этих двух систем. Система спирали с индексом двадцать один. А вот их разность. Это система спирали с индексом пять. А теперь нам нужно сделать далеко идущий вывод. Если мы обнаружили на ананасе системы спиралей с индексами 13 и 8, то мы теперь знаем, что тут есть и система спиралей с индексом 13 минус 8, то есть 5. А если есть 8 и 5, то есть и 3. А если есть 5 и 3, то есть и 2. А если есть спирали с индексом 3 и 2, то значит есть их разность. Спираль с индексом 1. И что же это за спираль? Она ровно одна, и на ней находятся все чешуйки ананаса. А в цилиндрической модели я изображаю ее так. Вот я взял цилиндр, навил на него веревку и поставил на этой веревке на разных расстояниях отметки. Вот все эти отметки и находятся на спирали с индексом 1. А в теории филотаксиса эту спираль называют генетической спиралью. И это не случайно. Потому что, по-видимому, зерна в таких системах появляются одно за другим. И мы мысленно можем их на эту спираль посадить. И вот я изображаю генетическую спираль на нашей схеме. И присваиваю какому-нибудь произвольному зерну узлу сетки номер 0. А тогда следующее зерно будет иметь номер 1, следующее номер 2, где-то там номер 3. Ну вот оно пересняно через берег. 4, 5, 6, 7 и так далее. И точно так же я могу считать вниз 0, минус 1, он вот через берег перепрыгнул, минус 2, минус 3, вот он же минус 3, минус 4, минус 5, минус 6 и пошло вниз. Все зерна перенумерованы. А где же у нас здесь спирали с другими индексами? Ну, очень просто. Я хочу построить спирали с индексом 3. Я беру и из нуля провожу спираль через тройку, шестерку, девятку, а в другую сторону минус 3 и минус 6. И на эту спираль нанизываются все зерна, номера которых делятся на 13. Но у нас еще есть две другие спирали. Та, которая проходит через единичку, и номера этих зерен при делении натрия дают в остатке единицу. И та, которая проходит через двойку, и номера этих зерен при делении натрия дают в остатке двойку. Ну, и я могу таким образом поступать, проводя спираль от нуля к любому числу. Ну, кажется сначала, что я непосредственно к шестерке провести не могу, потому что через тройку пройду. Но я себе представляю, что где-то тут есть 3, 4, 5, 6, и вот так от нуля на 6 стреляю. И нанизываю 0, 6, 12, 18 и так далее. Ну, а соответственно появится еще 5 других спиралей, где при делении на 6 в остатке будет единица, двойка, тройка, четверка, пятерка. И в этом месте надо сказать, ну как же так? Вот мы выяснили, что в такой системе с генетической спиралью имеются также спирали с любыми индексами. Но выяснить мы хотели исходно нечто совсем другое, а именно, почему спирали из примыкающих зерен в ананасе, в шишке, в корзинке подсолнуха имеют не какие-то произвольные индексы, но вполне определенные, представимые парой соседних чисел Фибоначчи. И похоже, что мы много чего сделали, но в эту сторону пока что мы еще не продвинулись. Я думаю, что этим мы займемся в следующем ролике, потому что сегодня и так было много разного и для вас нового. А традиционный заключительный вопрос будет звучать так. Но вот если спускаться по последовательности Фибоначчи вниз, то там внизу будет не одна единичка, а две единички. И стало быть, в каком-то смысле в каждой такой системе имеются не одна, а две генетических спирали. Где же вторая спираль? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры подогнал «Симон»!